Друзья, привет всем! С вами Ирокес и сегодня мы посмотрим с вами, как катает самый известный игрок в PUBG Mobile во всем мире. У этого человека стукнула цифра на ютубе в 9 миллионов подписчиков. Просто представьте, насколько это огромнейшая аудитория. И, естественно, она не просто так и поучится у этого парня есть чему. Поэтому уж точно будет интересно. Так что, друзья, располагайтесь поудобнее, приготовьте вкусняшки. Я просто напоминаю, что этому видео можно поставить лайк. Ну и, конечно же, дружище, если у тебя появится желание, ты всегда можешь подписаться на канал. Видео здесь регулярны, тебе всегда будет что посмотреть. Это просто 100%. Ну а мы погнали! Друзья, наконец-таки карантин начинает ослабевать, открываются различные заведения, появляются даже какие-то спортивные мероприятия. Ну и к этим событиям мои партнеры из компании 1Х сделали немалое количество различных событий и игр, которые помогут вам отлично провести время, ну и если повезет, поднять свой кэш. А по промокоду Yerokets и ссылке, которую вы найдете в закрепе, вы получите крутейший бонус до 100 евро к первому депозиту. Всем удачи и спасибо! Перед вами Ливинио и тезис данного ролика – это разница между игрой новичка и между игрой профессионала. И по идее здесь он должен показывать какие-то некоторые фишки, и они у него по факту есть в его игре. Но это больше такое, знаете, байтерское название, байтерская картинка, но и по факту он ничего не объясняет. Но для этого есть я, и поэтому я как раз-таки все объясню, покажу и продемонстрирую. И первое мы уже как раз-таки видим, при условии, что у него нет шлема, да и в принципе вообще это довольно-таки хорошая распространенная техника для того, чтобы раскатывать соперников и при этом не получать совершенно урона. Он, мы видим, сначала стоял за стеночкой и не просто выходил на чуваков от третьего лица, ну что я думаю и так все умеют делать, а вот именно выходил с префайера на минимальные промежутки времени и пытался как-то раздамажить соперника, пытался что-то с ним сделать, что мы видим и получилось. Он первый раз выглянул на совершенно мизерное время, там буквально на секунду. После этого вернулся, поскольку не задамаживал никак соперника, второй раз выглянул, и уже когда только получилось дать ему какой-то урон, он тут же нокнул первого игрока и пошел проявлять далее инициативу. Поэтому тоже очень часто вот можете использовать в своих играх, особенно в стартовых файтах, это суперэффективная тема, какие-то подобные штуки, просто выглядывать на мизерные какие-то промежутки времени и поверьте, вы сами увидите, насколько хороший будет в этом результат. Ну и здесь добивает себе пятого соперника на коннекторе и по идее будет перетягиваться в сторону другого склада, который сейчас мы слышим воюет на заводе. Тут же естественно убирает оружие за спину и бежит максимально быстро для того, чтобы не упустить ни единого фрага. Просто пока что перетягивается и пытается собрать какую-то информацию, прислушивается, замечает двух соперников, здесь естественно подходит к укрытию и пока что не агрессирует сверх норму. Вот тут настреливает, нужно было бы наверное присесть для того, чтобы спрей был более кучный, поскольку сейчас мы видим прицел ушел вверх и не так хорошо все получилось. То есть заметил соперника за дверью, понимает, что он как раз таки будет его вот так чекать тоже с третьего лица и прокидывает молотов. Если типа останется там сидеть, то он просто из молотова сгорит, но здесь да, спокойно себе забирает Ливини этого чувака. ХП у него практически не было и обратите внимание, он уже убил шестерых игроков. И пока что весь урон, который он получил за эту игру, это стартовый, когда он упал с крыши. Никто не успел дать по нему ни единой пули, просто из-за того, что он правильно двигается, правильно занимает позиции и делает правильные вещи. Вот так вот это и работает, дорогие мои друзья. Многим неопытным игрокам кажется вот при такой игре, что против него просто хреновые соперники. Но не совсем так, это действительно зависит от того, как вы играете. И здесь обратите внимание, очень проблемная тема. Похоже, у него залагали какие-то кнопки, потому что я помню, что он жаловался в обзоре своего нового iPhone 12 Pro Max в том, что некоторые проблемы и что иногда кнопки не нажимаются, либо нажимаются сверх нормой. И посмотрите, какое у него было малое количество ХП. Он выжил только благодаря тому, что у него есть третий жилет. И это еще одна вещь, которую многие новички недооценивают. Если имеется возможность забирать себе третий жилет и третий шлем, точнее лучше ищите эту возможность. Опять же, то, что я говорил, пекание на короткий промежуток времени с префайером. Но прикол в том, что в этом огромнейшая сила дропов. Многие думают, что как раз таки в оружии, которое там лежит. Но нет, третий сет это очень жесткая тема. Потому что очень часто вы можете увидеть, особенно в таких хороших рекордных катках у различных игроков, что они выживают на каких-то кропалях. Вот прям еле-еле. И кажется, как будто бы это удача. Просто повезло. Но по факту нет. Это реально решает третий жилет и третий шлем. Когда они есть, вы выживаете на таких вот плюшках. Там одна какая-то лишняя пулька не залетает. И, понятное дело, сопернику нужно чуть больше для того, чтобы вас убить. И поэтому, в принципе, вот здесь мы видим, Левинья и выжил. Может быть, это даже будет далеко не один раз в этой катке. Но пока что у него нет шлема. Тоже было бы неплохо найти. Но для этого есть дропы, даже если не найдет где-то здесь. Опять еще начинает разыгрывать соперника, который пытался прям очень сильно и неплохо так Левинья поймать. Но за счет байтов на выстрелы, понимая теперь, что уже у него преимущество по ХП и может выходить, поскольку задамаживал соперника, тут же сократил дистанцию. До этого он как-то старался отбегать от этого парня. Видимо, понимал, что там чувак какой-то что-то умеет, потому что он его так прессовал неплохо. Но как только уже преимущество появилось за Левинья, он сумел его правильно применить, то сразу же начал агрессировать, прогрессировать в сторону противника. Ну и здесь еще одного находит. Это 10-й фраг. Я так понимаю, что на этом милитаре база должна быть, по идее, закончена. Да и, в принципе, довольно хороший результат. И можно отсюда двигаться куда-нибудь в сторону близлежащего нахождения соперника, в сторону, естественно, круга. Здесь пока что еще подлутывается. Ну и посмотрим, может быть, даже кто-то здесь еще и остался. Но, по идее, здесь вот был сольник. Значит, сквады должны быть закончены, но далеко не факт. Подходит к одной из казарм. И здесь, похоже, да, слышно соперников. Вот здесь мы видим на миникарте кто-то ходит. Какие-то ножки появились. Левинья тут же разогревает гранату. Аккуратненько начекивает. Но пока слышит, видимо, что его идут рашить. Здесь выходит. Да-да-да, слышно, как пацаны прям вовсю топают, бегают. Нужно сейчас выждать правильный момент для того, чтобы нокнуть хотя бы одного. Как только нокаешь одного, сразу же инициатива за тобой. Соперники начинают ошибаться, начинают делать какие-то поспешные и ненужные мувы, ненужные действия. И вот она ошибка, но клип пушки. Не самое приятное, что может быть в этой игре. Раздражающая, если честно, механика. Когда вы вроде как выглядываете, но у вас оружие упирается в ту или иную текстуру. И персонаж его просто поднимает. И здесь сейчас очень открыто вышел. Получает огромнейшее количество урона. Опять же, по идее, выжил за счет третьего жилета. Еще одно попадание как раз-таки зарешало. Ну и здесь прокидывает гранату для того, чтобы его никто не мог подрашить. И нужно бы подхилиться. Но что-то медленно он это делает. По идее, сейчас прислушивается максимально к лестнице. Будет ли его кто-то прессовать. Но вроде как этого не происходит. Выглядывает. Опять же, при файре. Опять же, пекание на очень малый промежуток времени. И здесь сейчас решает подбуститься для того, чтобы восстановить уже себе хп до конца. Мы видим, насколько это жестко решает. Ну и пока прокидывает гранатки для того, чтобы никто к нему не подошел в непосредственную близость. Для того, чтобы все было, в принципе, нормально. Все было четонько. Здесь выпрыгивает из окна. Кстати, обратите внимание, первый прыжок он зафейлил. Это говорит о том, что у него не разделены кнопки паркура и прыжка. Это тоже неправильно. Вот опять же. Второй раз он не может сделать то, чего хочет. И конкретно сейчас это не зарешало. Да, его за это не убили. Но может быть такая ситуация, когда это зарешает. Поэтому обязательно себе разделите две эти кнопки и используйте их отдельно. Потому что это действительно важно. Это действительно очень значимая тема. Да и плюс ничего в этом тяжелого нет. Вы, я уверен, довольно быстро привыкнете. Для того, чтобы у вас для перелазиваний была одна кнопка. И для прыжка отдельная. Чтобы вы их не путали. Чтобы она была не совмещенная. Здесь понимает, что кто-то должен находиться рядом. Прочекивает, где соперник. Куда тут нужно выходить. Что с ним вообще делать. Прислушивается максимально каждому движению. Прокидывает смог. И по идее понял, что чел находится где-то вот в этой комнатке. Да, стреляет за дверь. Замечает последнего парня. Это 13 фраг. И еще одна тоже такая маленькая фишечка. Которую новички почему-то забывают. Все не помнят, что деревянная дверь на самом деле деревянная. И ее можно мало того, что простреливать. Так еще и молотов ее сразу же пробивает. Еще одна фишечка от Левинии. Это лягучка. Выпрыгивание в окно. Я думаю, лягучку вы все умеете делать. Но вот именно с помощью нее. Нужно еще как-то реализовывать. Скажем так. То есть выпрыгивать в окна. Спрыгивать с домов. С каких-то возвышенностей. Потому что знаешь и не делаешь. Это все равно, что не знаешь. Здесь он показывает, как он ее реализует. Что нужно. Какие настройки. Какие темы. Но в принципе сама по себе лягучка. Это супер распространенная фишка. И я уверен, что вы прекрасно знаете, как ее делать. Но если нет, то можете использовать вот эти настройки, которые показаны в видосе. Но по факту они индивидуальны. И если у вас как-то по-другому, то не стоит сейчас менять свои настройки для того, чтобы как-то вам было, казалось бы, легче. Ну просто потому, что у Левиния так. То есть это, ну, не нужно делать. Потому что, если вы уже привыкли. Если вы уже научились. То вам как раз таки будет удобнее по своим каким-то индивидуальным настройкам. Но если вы ни разу не пробовали. То вот вам, как наглядный хороший пример. Как-то стоит делать. Как это стоит реализовывать. Для того, чтобы лягучка у вас получалась практически всегда. Ну и здесь перетяжечка в починке. 13 фрагов имеется. 18 живо игроков всего лишь на карте. Согласитесь, очень немного. Уже успели друг друга перестрелять различные сквады. Ну и для Левиния. Для того, чтобы это была такая красивая, хорошая катка. Праздничная, назовем я все-таки так. Все-таки красивая цифра на канале, да. Поэтому нужно сделать хотя бы двадцаточку. А то и побольше было бы отлично. Замечает первых соперников, которых он нашел в починках. И этот парень не смог вывести Рамс. Просто отлетает с Берила. Буквально там за 10 патронов Левиния его раскидывает. И опять же не получает урон. Почему? Потому что первый начал стрелять. Потому что первый вышел на соперника. Не сидел, не ждал. А второй друга спасать не торопится. Похоже, такой себе ты товарищ. Левиния, обратите внимание, специально не добивает своего нокнутого игрока. Потому что ждет, чтобы соперник начал как-то ошибаться. Начал делать какие-то поспешные действия. И как-то вышел из своего укрытия. Потому что сейчас он находится там на крыше. Мы это прекрасно видели. И прикол в том, что сама эта крыша и само это здание очень-очень тяжелое в раше. Оно очень укрепленное. Там можно сесть на лестнице. От третьего лица ты палишь все, что происходит. И при этом у соперника узкий коридор. И он никуда не может отойти. Ничего не может сделать. И поэтому перестрелять его будет крайне-крайне легко. Но Левиния пошел на риск. Зарашил. Соперник оказался неопытен вот здесь. Сейчас опять же обратите внимание на то, что я говорил. Что он не использовал отдельные кнопки паркура и прыжка. И не смог выйти в окошко. Если бы чуть-чуть замешкался. Там если бы застрял где-то в текстурке, в заборчике. Если бы соперник стрелял чуть-чуть получше. Граната бы взорвалась на секунду раньше. То это опять же была бы минус катка. И естественно это было бы крайне-крайне неприятно. Всего лишь из-за одной кнопки. И поэтому обязательно исправьте эту штуку. Потому что здесь сейчас мог бы быть наказан за это дело. Не меняет себя почему-то жилет. Поскольку он у него уже прям сильно залитый. И скорее всего после одного попадания сломается. Что естественно будет неприятно. Но тем не менее. Сейчас видимо у него другие приоритеты. Думает, что не стоит лишний раз слутаться. Когда у тебя здесь соперник. Он может выйти в любую секунду. Опять же выходит рашить этого парня. Прокинул гранату для того, чтобы его дезориентировать. Стреляет еще для того, чтобы чел как-то не услышал, как тот выбегает. И просто отличный шестерльбой. Пока чувак хилился большой, видимо, аптекой. То есть самой, которую Ливиния подобрал. Этот тип не успел ее просто заюзать. Ну и становится пятнадцатым фрагом для нашего парня. Действительно пересидел ты, дружочек. Надо было первому выходить. Тем более в таком укрепленном здании. Но что поделать? По неопытности, видите, не знал, когда нужно агрессировать. И, кстати, это тоже ошибка большинства новичков. Они думают, что сидеть в пабге это всегда выгодно. Это выгодно. Никто не спорит. Побеждает в основном тот, кто сидит там или где-то в травке находится. Но при этом не всегда. Нужно понимать, когда вот эти вот все моменты. Нужно чувствовать вот эти вот все вещи. Ну и здесь уже начинает просто кататься по карте. Сделал небольшую склеечку. Непонятно, почему не показал нам еще один фраг. То есть у него только что было пятнадцать. Стал шестнадцатый. И осталось всего лишь шесть игроков на такую огромную зону. Блин, как их найти? Ну, по идее, сейчас там, где флэр дроп, естественно, найдет какой-то сквад. Ну, а там уже посмотрим. Может быть, будет ездить и искать лежучих змей, которые будут оставаться. Ну, еще вопрос, сколько здесь сейчас будет соперников. Если четыре, то вообще довольно-таки неплохо. Но с ними еще нужно разобраться. Здесь подъезжает к дропу, понимая, что кто-то здесь должен находиться. Справа чувака мы видели, который перебегает в дом. Но, похоже, ребятки не сориентировались, поскольку не слышал этот тип, что Ливиния подъехал. Тут же выходят у него некоторые проблемы. Есть все-таки со стрельбой. Но, тем не менее, нокнул без единой потери хп. Все снова хорошо, все снова замечательно. Чекает, когда начнут находиться соперники. И, опять же, они будут ошибаться, потому что один нок имеется. Чуваки зачем-то стоят в доме. Не знаю, зачем. Нужно, если их несколько, то, понятное дело, рашить Ливиния. Хотя, ну, они же не знают, что он один. Нокнул еще одного игрока с Молотова. Просто поджег. Ну, и последний. Вот, когда не надо, он выбежал. Чел, зачем ты это сделал? Вот, когда нужно было бы отойти, поднять своего первого. Там еще что-то. Он просто выбегает из укрытия и получает, конечно же, по щам. Ну, и понятное дело, что так он, ну, у него не было ни малейшего шанса. И, опять же, обратите внимание, соперники просто из-за того, что инициатива была не за ними. Из-за того, что Ливиния первый начал доминировать на этой карте. Не знали, чем делать вообще. И убежали, точнее, разбежались. И попали каждый по очереди в лобби. Получает себе великолепный сетап. Это М249 плюс АВМ. И было бы неплохо закончить именно с АВКом. Но здесь подъезжает целый сквозь соперников. Два игрока на даче. И обратите внимание, насколько же жестко его чуть не задавили. И при этом просто перестрелка практически ушла в русло этих соперников. Но, опять же, зарешал третий сет. По голове им, в принципе, не попали. И жилет практически весь на кодсуле. Больше половины. И при этом зарешала, опять же, маленькая писечка ХП. ХП, которая как раз-таки из-за этого и осталась. Из-за того, что у него был не второй, а третий жилет. Ну и последний чел просто подъезжает. Но тут у тебя, дружечка, уже еще шансов не было. Давай, отправляйся в лобби. Это 22 фрага. Кстати, очень такое красивое, приятное число. Практически 2800 урона. Слушайте, отличнейший результат. Ну и, конечно же, хорошая, приятная катка. Надеюсь, друзья, вам данное видео понравилось. Спасибо огромнейшее, что досмотрели до конца. Как всегда, желаю вам всего самого наилучшего, счастья, здоровья, удачи. И до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.